Парковка в два ряда на центральных улицах города становится нормой. Автомобили заполонили и бордюры, и всевозможные проезды, в том числе к придомовым территориям. Здесь нарушения и правил дорожного движения, и мер безопасности. Пожарные расчеты порой оказываются между двух огней. Дорога к месту возгорания превращается в зону преодоления препятствий. Такое скопление машин на проезжей части наблюдается на фоне пустующих, многоуровневых парковок, которых в городе построили десятки. У нас 230 мест. Первый час у нас 100 рублей стоит. Больше часа, сколько бы ни стояли, 12 часов, ну последующие 12 часов, всего 200 рублей. То есть целый день постояли, всего 200 рублей. В последнее время уже 50 на 50. И то бывает, и даже этого нет. То есть люди не заезжают. Ставят на дорогах, и все, на бордюрах. Проехать невозможно по улицам. У Дворовского, Устровского, возьмите, Новогинского. Вообще не проехать и даже не пройти. Выход из ситуации искали сегодня в мэрии. Наводить порядок руководства города. Как и прежде, будет совместно с полицейскими. Сотрудники ДПС сегодня предложили свои варианты борьбы с нарушителями. Новые меры пресечения нарушений правил парковки и стоянки транспортных средств заработают уже с завтрашнего дня, как и работа эвакуаторов. Мы начнем работать буквально завтра. И думаю, что усилим эту работу. Начальник УВД города тоже готов различными рейдовыми мероприятиями с привлечением больших сил сотрудников полиции, то есть не только ДПС, но и других служб эту работу проводить. И я думаю, что и администрация города усилит. Мы сейчас уделим этому особое внимание, потому что понимаем, что время пришло уже дать четкий отпор тем, кто нарушает правила дорожного движения. Кажется, пустяк бросил машину в неустановленном месте. Для горожан может обернуться трагедией. Речь сегодня зашла и о круглосуточной работе эвакуаторов. На улицах же и дорогах, которые ведут к жилым домам, образовательным учреждениям, служба эвакуации вообще должна дежурить, подчеркивает мэр. В городе продолжает работать и система «Тайфун». Оборудование установлено на нескольких легковых автомобилях городского департамента транспорта. Они курсируют по городу и выявляют нарушителей правил парковки. Специальная программа позволяет считывать номерные знаки автомобилей. В прошлом году благодаря этому штрафов было выписано почти на 13 миллионов рублей. И все же самая действенная мера – это эвакуация, уверены специалисты. Это работа, которая должна вестись ежедневно. Так же, как у нас ежедневно работают скорая помощь, машины, сах, пожарные расчеты. Поэтому эту работу мы усилим. Что касается администрации города, департамента транспорта и дорожного хозяйства, то здесь, как вы слышали, поручение главы города прозвучало. Нам оказывать всякое содействие и взаимодействие с полком ДПС. Эта работа, в том числе работа и эвакуаторов, должна быть более стабильной. Чтобы наши нарушители, уважаемые, знали, что в любом случае или протокол, или эвакуация неизбежны. Не стоит нарушать правила дорожного движения. К слову, количество экипажей полка ДПС в Сочи увеличат. Этот вопрос будет решаться на краевом уровне.